87 зданий пострадало из-за непогоды в Кустанайской области. Напомню, два дня назад регион накрыла сильная метель. Первые сутки удалось восстановить лишь кровлю пяти зданий. Остальные, заявляет власть, отремонтируют в короткие сроки. Но увидеть апрельским снегом, удивить, вернее, апрельским снегом, может не только северная часть страны. Сегодня осадки засыпали улицы Шимкента. Непогода воцарилась и в соседней Жамбылской области. О сюрпризах природы расскажет Артем Грапов. Скандинавский циклон пришел в Кустанайскую область 7 апреля. Именно он спровоцировал сильную метель. За сутки в Кустанай и его пригороде выпала месячная норма осадков. Местами порывы ветра достигали 31 метра в секунду. Его жертвами стали 42 опоры на высоковольтных линиях. Итог, областной центр, ближайшие поселки и город Рудный остались без света. К шквальному ветру коммунальные службы Кустаная попросту оказались не готовы. В жилые дома прекратили подавать воду и тепло. Все возобновили только на следующий день. А вот у энергетиков работы хватает до сих пор. С учетом того, что плотность сетей по городу Кустанай и Кустанайскому району большая, это, кстати, эти подразделения, где больше всего повреждения, где больше всего людей находится без электричества. Туда будут направляться бригады по мере восстановления уже завтрашнего дня бригады с районов. Мы планируем завершить их сегодня максимально, завтра, в субботу, в воскресенье. Думаем, что мы их закончим и восстановим полностью всех. Параллельно с Кустанайской стихия ударила и по Акмолинской области. Там во время урагана два человека погибли и еще 30 пострадали. На больничной койке оказались семь пациентов. Из них один ребенок. Тем временем коммунальщики продолжают восстанавливать линии электропередачи. В общей сложности пострадали жители 189 населенных пунктов. В 18 из них все еще нет электричества. А в Таразе из-за непогоды под угрозой оказался урожай. Там этой ночью выпал снег. Такого невесеннего сюрприза жители явно не ожидали. На дорогах коммунальщики расчищают снег. От его тяжести обломились ветки деревьев. Синомтики говорят, что сильные осадки вызвал атлантический циклон. Сегодня и завтра в городе будет не по-южному холодно. Живу я здесь более 10 лет, как житель Тараза. Такого еще как бы аномального события не видел. Я, конечно, хотел бы, чтобы было солнце, тепло. И чтобы я не в ботинках шел, а в кроссовках. В принципе-то я уже привык. Урюка, допустим, у дяди уже третий год или четвертый. В разгар весны снегом засыпало и улицы Шимкента. Высота покрова местами достигала 15 сантиметров. Не выдержали снежные атаки и большие деревья. Такую картину можно было видеть практически в каждом районе мегаполиса. В городе повалено около 100 деревьев. Пострадали больше 30 легковых автомобилей. Жители сразу четырех районов остались без электричества. В связи с ухудшением погодных условий департаменту ЧС оперативно-нежурную поступило более 30 звонков в настоящее время. Личный состав департамента по чешево-миниверситетам, 80 человек с техникой, а также коммунальные службы города Шимкент или энергетики проводят работу по восстановлению электролинии, а также убирают проваленные деревья. В Шимкенте значительно похолодало. До минус трех. Для южного города погода по-настоящему зимняя. А ведь еще пару дней назад столбик термометра здесь поднимался до плюс 30. Огороды и сады давно украшают цветущие вишни и абрикосы. Экологи агрария в нее успокаивают. Декоративным растениям весенние заморозки не страшны. А вот фруктовые деревья пострадают точно. А потому, говорят специалисты, полноценного урожая ждать не стоит. Артем Грапов, Катерина Попкова, Анастасия Сулейманова, Индира Тихжанова и Сергей Тартенберг. Хабар 24.